Потребляйте совершенно любую пищу и самое главное калорийность. Всех приветствую, с вами Зожник, физкультурник Алексей Шредер. Сегодня я хочу записать очень важное и интересное видео. Я разделил его на три части. Три вопроса из нутрициологии. Я их сейчас зачитаю, я постараюсь раскрывать каждый из вопросов максимально лаконично, максимально доступными словами. Первый вопрос. Теория подсчета калорий при похудении. Условно, теория Бориса Цацулина против теории подсчета нутриентов, условно, доктора Егорова. Ну, скажем так, Цацулин или Егоров. Второй вопрос. Ломкость опорно-двигательного аппарата и ухудшение здоровья при похудении. В скобочках дефиците калорий. Это миф или правда? И третий вопрос. Как правильно обрезать калории при переходе в дефицит, чтобы не страдали силовые показатели и рост мышечной массы? Как минимум, сохранение мышечной массы. Погнали! Вот только не надо гнать! Итак, давайте приступим к раскрытию первого вопроса. Человек становится ломким, его опорно-двигательный аппарат скрипит и не хочет нормально функционировать. Общее состояние здоровья ухудшается при похудении, то есть при дефиците килокалорий. Это миф или реальность? Ну, как вам сказать? Для некоторых людей действительно реальность, которую можно легко избежать. Для большинства это миф. Давайте я поясню. Вспомните, откуда главным образом произрастает вот этот самый миф про ломкость и ухудшение здоровья при похудении. От атлетов, которые быстро худеют, быстро сбрасывают вес, чтобы попасть в весовую категорию. Ну и еще более главная категория людей – бодибилдеры, которым нужно там в краткие сроки выходить на сцену практически обезжиренными. Что с точки зрения здоровья эти люди делают неправильное? Первое, очень важное. Они применяют жесткие, агрессивные по отношению к жирам в их организмах препараты. Медицинские, фармакологические, как угодно их называйте. Эти вещества гормонального типа и негормонального типа жиросжигателей очень агрессивно относятся к жирам в организме человека. И речь идет далеко не только о подкожном жире, на который направлены усилия данного конкретного индивида. Но речь идет также о жирах, содержащихся внутри суставов, даже внутри костей. Я уже не говорю про жиры, которые окаймляют различные внутренние органы в нашем теле. Что происходит, наверное, вы сразу можете догадаться. Ну, допустим, в суставной жидкости внутри суставов становится меньше жиров, и отсюда появляется усыхание внутри суставов, и они начинают скрипеть и ломаться в кавычках. Ну, вы поняли. Запрещенные вещества, которые применяют эти люди, приводят к ломкости. И плюс, конечно же, к общему уничтожению организма. Поэтому они не кокущие на своих сушках. Вторая вещь. В последней фазе эти люди применяют диуретики. То есть, они очень мощно сливают воду. И там они, наверное, уже в этой фазе скрипят вообще неимоверно. И на вот этих сливах воды вообще человек может отбросить копыта. Вот такие дела. Но обычный же человек не будет фарму применять, и жиросжигатели, и сливать воду, правильно? Поэтому вот эти проблемы его не будут касаться. Но когда какой-то профиатлет начинает говорить про то, что ты ломкий там, и пипец какой-никакой на сушке, то все начинают любить или даже вокруг это воспринимать как правду, даже не задумываясь. И вот в этом лежит основная глупость. Почему еще эти атлеты разваливаются буквально на глазах на своих сушках? Да просто потому, что у них слишком быстрая агрессивная сушка. Они очень быстро обрезают нутриенты в своем питании. И главным образом они обрезают, помимо углеводов, которые особо на здоровье не влияют, эти люди обрезают очень мощно жиры. У некоторых там доходят буквально до поедания одних куриных грудок с огурцами, и водой запивают, и больше ничего в рационе нет. Что в результате происходит? Организм сильно испытывает дефицит в жирах. Полиненасыщенных жиров, там они 5 капсул каких-то закинут в себя, омега-3, омега-6, это очень мало для организма здорового человека. Каких-то витаминов закинут из таблеток, у которых малая биодоступность, этого тоже очень мало. И клетчатка из огурцов, это тоже очень мало клетчатки. У этих людей, за счет того, что они очень быстро все обрезают в своем рационе, присутствует огромный дефицит необходимых нутриентов. Не калорий, как некоторые думают, а нутриентов. И главным образом жиров. Вот когда у человека очень мало жиров в питании, рано или поздно его суставы, связки начнут в кавычках ломаться, и у него все начнет болеть. Вот откуда вот эта проблема. Теперь, сами понимаете, если человек простой любитель, если он никуда не торопится, из жирного там в сухого сделаться за 2 месяца, на суперсушках на куриной грудке и воде, если он не применяет никаких фармакологических средств, он может все спокойно сделать, медленно сушиться, медленно приходить в рекомпозицию тела, становиться все краше и краше, и у него не будет никаких побочек в виде ухудшения здоровья и в виде ломкости суставов связок, что, соответственно, не будет сказываться и на его силовых показателях. Идем далее. Второй вопрос. Я рассмотрю его как бы на фоне недавно разгоревшегося спора между доктором Егоровым и Борисом Сацулиным. Вот что за вопрос. Что важнее при похудении, скажем так, подсчитывать или приблизительно учитывать? Калории или нутриенты? Борис Сацулин за калории. Есть там отрывок, как он говорит, главное калории. Потребляйте совершенно любую пищу и, самое главное, калорийность. Доктор Егоров за нутриенты. Для меня здесь вопрос, чью сторону выбрать, ну просто, ну мега супер-пупер очевиден. Конечно же, более прав доктор Егоров. Понятное дело, что Борис Сацулин там оправдывался, что я говорил тоже про нутриенты и их важность. Но это все ерунда. Здесь важно, что человек ставит на первое место. Так вот, на первое место, очевидно, он должен ставить нутриенты. Именно дефицит определенных нутриентов опасен для здоровья. Именно дефицит определенных нутриентов ухудшает спортивные любые физические показатели, а не дефицит калорий. Почему? Потому что в каждом человеке полно десятки и сотни тысяч запасных калорий. Это пустые калории, которые хранятся на теле в виде подкожного жира. А нутриенты в питании различные, разнообразные, нужны постоянно. Из этих нутриентов слагается как бы общее здоровье человека. Человек это такая природная химическая лаборатория. Чтобы происходили различного рода процессы, в том числе связанные с головным мозгом, не только со всеми остальными органами, в организм должны поступать вещества различного происхождения, аминокислоты различного происхождения, различные типы жиров, особенно полиненасыщенные жирные кислоты, различные виды микроэлементов, витаминов, клетчатка и многое-многое другое. Когда вы даете организму из правильных источников питания определенные нутриенты, вы примерно их прикидываете, у вас все будет здорово со здоровьем. Если же этого не делать, а поступать, как говорит Борис Цацулин, а главное калории, а нутриенты это уже вторичное. К чему это может привести? Это может привести к очень опасным последствиям для вашего здоровья. Вы будете набирать главную часть своих килокалорий на так называемой сушке за счет, допустим, печенек. Давайте я приведу вам утрированный пример. Первое. Вы доходите до 1500 килокалорий чисто печеньками. Второе. Чисто гречка. Третье. 1500 килокалорий. Везде килокалории одинаковы, обратите внимание. Третий вариант. Это гречка, авокадо и филе грудки индейки. Печеньки. В печеньках, кроме пустейших килокалорий, нет ничего. Если человек пару недель посидит на печеньках в 1500 килокалорий, его организм подорвется так жестко, что у него вся хроника повылазит. Весь организм начнет трещать, у него абсолютно не будет сил, у него посыпятся силовые результаты, хотя 1500 килокалорий. Потому что в печеньках нет ничего здорового, кроме очищенного химией сахара, очищенного химией, и я сейчас без шуток говорю, чтобы муку получать белую, ее действительно очищают в последний момент какой-то химии, я не помню какой. Сахарозу я помню, очищают там каким-то веществом, связанным с серой. Ну, в общем, пустейший сахар, пустейшая белая мука и какой-то там, скорее всего, гомогенизированный жир, который очень вреден для нашего здоровья. Это пустейшие калории. Организм так сильно будет страдать из-за дефицита нутриентов, что он, во-первых, я повторюсь, будет полностью бессил. Вы будете бессил, вы будете абсолютно голодным постоянно, и ваш организм пустит хронику, в кавычках, по всему вашему телу. Вот до чего это доведет. Конечно, я привожу утрированный пример, чтобы до вас дошло. Второй пример. Человек получает 1500 килокалорий из одной только гречки. На гречке человек уже может прожить долго. Это не будет полноценным питанием, жирных кислот особо нет. Организм в некоторой степени, конечно, будет страдать. Но в гречке хотя бы уже достаточно клетчатки, что обеспечивает здоровье ЖКТ. Там есть микроэлементы, в отличие от печенья. К тому же есть кое-какие витамины. Конечно же, не все, но кое-какие есть. Часть чего-то организм может синтезировать. Но из печенья организм не насинтезирует, сколько нужно, поймите. Когда уже гречка, организму будет полегче. Тем более в гречке медленные углеводы, что намного лучше, чем печенькиные углеводы, которые дергают инсулин туда-сюда. А здесь гречка дергать инсулин не будет. Здесь также есть кое-какой белок растительный в гречке. И жира почти нет. Вот это главное, то, чего не будет в гречке хватать. А третий рацион тоже 1500 килокалорий, составленный из грудки индейки, гречки и авокадо. Здесь тоже не всего будет в достатке, но этот рацион уже в разы будет лучше для здоровья, чем 1500 килокалорий печеньками и 1500 килокалорий чисто гречкой. Потому что здесь уже будут и жирные кислоты, и аминокислоты в достаточном количестве будут. Как бы поймите вот что. На 1500 килокалорий с авокадо, индейкой и гречкой вы будете совершенно себя по-иному чувствовать, чем на 1500 килокалорий с печеньками. Напомню, на печеньках и такие уже научные исследования много раз проводили. Некоторые даже записывали на пленку, и они есть в ютубе, в интернете. Как люди просто умирают от того, что у них нет сил, когда сидят на каком-нибудь фастфуде. Когда переходят на правильную еду в тех же самых килокалориях, у них отличное самочувствие, у них мозг лучше работает, у них лучше в зале начинает тело работать и так далее. Очень, очень огромная разница при примерной прикидке нутриентов в вашем питании. Поэтому Борис Сацулин абсолютно не прав. Ну абсолютно так абсолютно. Вот, абсолютно не прав Борис Сацулин. В первую очередь нужно нутриенты учитывать. Вашему организму нужны именно нутриенты. А уже в качестве второго учетчика вы можете считать килокалории. Хотя я считаю, что килокалории считать абсолютно не нужно. Килокалории как раз только и нужно считать там, где дерьмовая пища, которая подбрасывает ваш инсулин до небес. Когда вы едите такую пищу, которая подбрасывает инсулин до небес, вы не можете использовать голод как показатель того, нужно вам есть или нет. Инсулин постоянно преобразует кучу глюкозы, которую вы потребляете, в жир. И эта энергия как бы не дает вам текущей энергии. И поэтому вы постоянно голодны и жрете больше, чем надо. Если вы питаетесь правильной пищей, правильной, четкой, скажем так, то голод уже становится для вас индикатором. Вам не нужно подсчитывать килокалории. Правда, доктор Егоров? Вы не знаете, сколько из каждого продукта усваивается. В каком проценте усваивается белок из этого продукта. Сколько жира из этого жира приготовлено. Лучше усваивается, не приготовлено, а хуже. Вы не знаете свой базальный обмен организма и так далее. А он абсолютно здесь прав. Поэтому смысла нет вести эти подсчеты килокалории. Самое важное, что нужно делать, питаться правильной пищей, прикинуть по нутриентам, чтобы всего хватало. Не только БЖУ, но и микроэлементов, витаминов, клетчатки. И ориентироваться на легкий голод. Вам нужно, чтобы вы худели. Вы составили себе правильный рацион. И делайте так, чтобы местами вы немножко были голодны. Все, вы будете худеть. Это будет означать, что у вас дефицит килокалорий. Не нужно худеть. Кушайте ровно столько, сколько хочется. Правильной еды. Она вас никогда не обманет. Что касается чувства голода. И я делаю именно так. Это приносит намного меньше проблем. Это не отвлекает мой мозг. Если хотите, это полностью убирает вот этот геморрой с подсчетами. Все. И все прекрасно. И все здорово. И ты здоров. А диета по Борису Цицулину может просто вас уничтожить. Зато голодный. Мне нужно забивать. Ни в коем случае нельзя так говорить. Ешь, что хочешь, но считай килокалории. Подорвать здоровье можно так, что потом будете 5 лет лечиться. Ну и друзья, давайте рассмотрим третий вопрос, поставленный сегодня мною на повестку дня. Как правильно урезать калории при переходе в дефицит потребления килокалорий. Ну собственно, чтобы терять подкожный жир. И выглядит все краше и краше. Об этом я уже говорил много. У меня есть видеоролики на канале, старые мои, как постепенно обрезать углеводы. В общем, я сейчас скажу очень кратко. Для тех, кто не смотрел мои старые ролики, так скажем, разберу очень быстренько по понятиям. Смотрите, вот у вас есть некий баланс килокалорий. Давайте прикинем для меня, ну приблизительно. 1,3 грамма белка на килограмм веса тела, грамм жира на килограмм веса тела. Давайте 100 килограмм возьмем, что я вешаю. Итого 130 грамм белка в сутки потреблять. 100 граммов жира и допустим 3 грамма углеводов на килограмм веса тела. И 300 граммов углеводов. Не будем учитывать, сколько там усваивается каждого в процентном соотношении из элементов. Прикинем, что 100 процентов усваивается. Итого будет 100 граммов жира это 900 килокалорий. 130 грамм белка это 520 килокалорий. Уже 1420 и 300 граммов углеводов по 3,75. Сколько это будет? Ну где-то 800 килокалорий. Итого 2220, ну допустим 2300 килокалорий мой баланс в питании. Баланс, то есть не профицит и не дефицит. А мне нужен дефицит, мне постепенно в него нужно перейти. И что я должен сделать со своим рационом, чтобы правильно перейти в дефицит? Смотрите, самое главное, что нужно сделать, это оставить все белки, которые были. Я оставляю 130 грамм белка. Соответственно, в пересчете на килокалории это 520. Далее, я очень важно, оставляю все 100 граммов жира. Ну если вы отрежете 10 граммов из таких, скажем, тяжелых жиров, ну там у вас 70 жиров полиненасыщенные жирные кислоты, 30 граммов жиров полинасыщенные. Вы из 30 граммов полинасыщенных, допустим, ну 10 граммов можете отрезать максимум. Но лучше вообще не обрезать. Оставляете 100 граммов жиров. Ну вот, я 100 килограммов вешу, 1 грамм на килограмм веса тела вы оставляете. Это очень важно для здоровья. Помните, ваше тело преимущественно состоит из жиров и белков. Из углеводов оно не состоит. И соответственно, отсюда вывод, что урезать нужно углеводы. Углеводы это пустые калории. За исключением, пожалуй, клетчатки, которая и калориями для человека не является, поскольку не усваивается. Но клетчатка очень хорошо питает микрофлору кишечника, что положительно сказывается на здоровье человека. Итак, вы уже поняли, обрезать нужно именно углеводы. И углеводы не нужно обрезать в ноль, как это делают качки. И мне там кричат, и в том числе мой главный хейтер ДНБ тоже там кричал. А как же гликоген? Без гликогена никуда. А кто тебе, дурачку, сказал, что нужно углеводы обрезать в ноль? Как нужно поступать? Во-первых, вы переоцениваете затраты гликогена за тренировку. В организме человека, в таком, как я, допустим, содержится примерно 700 грамм гликогена в мышцах и в печени. 700 граммов гликогена это, блин, под 2600 килокалорий. Хорошо, если я на силовой тренировке потрачу 200 граммов гликогена. Хорошо, если гликолитические волокна так сильно не задействуются в нашей жизни, чтобы гликоген постоянно растрачивался. И есть такой чушной миф о том, что жир уходит под кожей только тогда, когда вы растратили весь гликоген. Во-первых, гликоген никогда не растрачивается. Во-первых, он растрачивается гликолитическими мышечными волокнами, которые работают реально в силовое движение, в силовой манере. А когда я просто двигаюсь, стою и чешу затылок, у меня не тратится гликоген. Ну, если тратится там микроскопически, в основном работают окислительные волокна, которые работают на жиру, чтобы вы понимали. Поэтому затраты гликогена, в самом деле, очень низкие. Ну, потому что подходов мало, вы отдыхаете долго, гликогена всего много. И того, если вы там тренируетесь раз в три дня, через два дня, я считаю, это отличная схема для натурального атлета. Ну, сколько вам нужно съесть углеводов медленных, чтобы восполнить 200 граммов гликогена, затраченных на одной тренировке? Ну, сами посчитайте. В сутки 100 граммов. Ну, конечно, не обязательно до 100 граммов доводить. Можно 150 граммов есть гликогена, углеводов в сутки. И как вы поступаете? Вот, смотрите, на моём примере. 130 белка осталось, 100 граммов жира осталось, 300 граммов углеводов. 300 граммов. Чтобы отлично, чётко войти в дефицит, не спеша, и прям, чтобы организм супер адаптировался, я убираю всего лишь 50 граммов углеводов. И я держусь так целую неделю. Ем 250 граммов углеводов неделю. Потом, в следующую неделю, я убираю ещё 50 граммов. У меня уже 200 углей остаётся. Ещё держусь неделю. Третью неделю убираю ещё 50 граммов. Остаётся 150. И вот в этом месте метаболизм уже, наверное, немножко там снизится. Как бы уже будет 150 граммов углеводов. Дефицит, что равно примерно 500 килокалорий в сутки. И в этом месте я должен остановиться, оставить 150 граммов углеводов. И так долго, месяц за месяцем, жить я вот так должен. И всё будет прекрасно. Организм неделя за неделей приспособится. Гликоген будет всё равно в надлежащем количестве. Как только вы будете есть медленные углеводы, недостаток гликогена в мышцах и печени будет восстанавливаться. Поскольку, когда там недостаток, организм сигнализирует, мозг сигнализирует организму, что нужно восполнить. А некоторые думают, ой, вот я сейчас съел углеводов, они мне не гликоген пойдут, а в энергию. На кой стате? Вы что, сидите, едите углеводы и сразу бицуху качаете с максимальным рабочим весом? Ну, просто я прикалываюсь, потому что у многих людей в голове чёрт знает, что творится. И вот так всё, друзья, просто. И вы можете спокойно туда-сюда углеводики вот эти двигать, оставляя жиры и белки. И с вашим организмом, с вашей силой, с вашей мышечной массой ничего отрицательного не произойдёт. С вами был Алексей Шредер. Всем пока. Будьте здоровы, занимайтесь с удовольствием. И, как говорится, берегите себя. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова